Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». Чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно работать на опережение. Новый кредит от банка «Хлынов Турбомиллион» придаст ускорение вашему бизнесу. Решение о выдаче кредита за два дня. Минимальный пакет документов. Работаем на опережение. Подробности в офисах банка «Хлынов» и по телефону. 252-777. У АОК «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254. «Особое мнение» на 101FM. Добрый день. У микрофона Светлана Занько. Мы начинаем нашу программу. Я представляю нашего сегодняшнего гостя. Нечастого гостя в этой студии. Что вдвойне приятно, что вы к нам сегодня пришли. Это Перминов Андрей Викторович, глава Гостроинадзора по Кировской области. Добрый день, Андрей Викторович. Здравствуйте. Почему мы вас пригласили сегодня? Потому что в последнее время тема строительства, она вообще всегда, конечно, актуальна. Тема строительства капитальных объектов, дорог, жилых домов, офисных зданий. Она постоянно муссируется в прессе. Она всегда есть у нас в эфире. Очень много жалоб поступает по телефону. Люди рассказывают свои истории. Когда они рассказывают эти свои истории, они ищут правды. Кто ответственен за то, что происходят те или иные нарушения в сфере строительства. Они готовы жаловаться в прокуратуру. Они готовы жаловаться в администрации разных уровней. И в городскую, и в областную администрацию. И когда иссякают все аргументы, они говорят, а где же в конце концов та самая организация, которая все контролирует, которая всех должна наказать, вовремя остановить и довести дело до конца. Кто нам поможет? И вот тут возникает слово у них «гостроенадзор». Дальше, когда мы разговариваем, а что «гостроенадзор», они не знают на самом деле, чем конкретно занимается эта организация. Вот поверьте, и у меня такое же точное ощущение. Несмотря на то, что я сама прошла тяжелый путь строительства, участвовала в Далевке, я тоже была в такой ситуации, когда говорила, нет «гостроенадзора» на вас, на застройщика. Хотя сама слабо понимала, а чем, собственно, «гостроенадзор» занимается. У меня было только ощущение, что это именно та самая организация, которая во всем должна помочь. Вот специально вас сегодня пригласила, чтобы мы рассказали нашим слушателям, что это за организация, что входит в зону ее ответственности, чем она живет, что контролирует. И начнем с простого вопроса. Какие объекты строительства находятся на контроле, если я правильно понимаю, что вы осуществляете контролирующую деятельность у «гостроенадзора» в Кировской области? Вопрос понятен. Не все объекты строительства поднадзорны, региональному строительному надзору. Перечень объектов, за которыми мы осуществляем надзор, регламентируется градостроительным кодексом. То есть это те объекты, проектная документация которых подлежит экспертизе. Какие объекты? Наверное, проще обозначить круг объектов, которые мы не надзираем. Не надзираем мы жилые дома до трех этажей, производственные и непроизводственные объекты до двух этажей площадью до 1500 метров. И объекты, которые являются опасными производственными объектами, за которыми осуществляет надзор уже федеральный надзорный орган. То есть все остальное, это все наше. Это огромный список объектов. Давайте для того, чтобы стало понятно, что именно надзирается, пройдемся по статистике за 2013 год. И если есть возможность, за первое полугодие 2014 года. Потому что госстроенадзор, надзирая, должен проводить какие-то проверки, выезжать на места, выявлять нарушения, штрафовать. Вот расскажите нам, чем вы занимались в 2013 году и, может быть, в динамике, что происходит в 2014. Ну, по 2013 году у нас следующие цифры. То есть наше управление осуществляло надзор за 474 объектами капитального строительства. То есть цифра не маленькая. В этом году было проведено за год 848 проверок. При проведении указанных проверок было выявлено 1282 нарушения. Это много или мало? Ну, здесь считаются нарушения как бы абсолютно все. То есть в ходе проверки какого-то объекта может быть выявлено не один десяток, скажем, нарушений, требований нормативных документов. Именно по строительно-монтажным работам. Значит, в результате вот этих проверок управлением было возбуждено 73 административных дела. Также 21 административное дело было направлено на рассмотрение в суды, в судебные органы. Это в 2013 году? Это в 2013 году. Значит, сейчас я могу вот эти административные дела разбить на поддела. Давайте. То есть мы осуществляем надзорные функции на соответствии строящихся объектов проектной документации техническим регламентом. Это, ну, образно можно сказать, это вопросы качества. Также мы осуществляем надзор за организацией строительства. То есть это наличие разрешений на строительство, наличие разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, наличие допусков СРО подрядных организаций. Вот. И также мы проверяем, и, значит, в результате проверок составляются предписания, если выявляются нарушения, и проверка исполнения предписаний. Как бы еще вот такой вид у нас деятельности. Как происходит проверка? Вот как встают... Я немножечко договорю по циферкам. Значит, вот по качеству у нас в 2013 году, значит, было возбуждено 5 административных дел. То, что касается вопросов организации строительства, это я уже проговорил. То есть это извещение о начале строительства, наличие разрешения на строительство, наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Таких было 52 правонарушения. Вот. Если говорить именно по организационным моментам еще разбить, то есть в 2013 году без разрешения строилось 15 объектов, были возбуждены дела. По всей области? Да. Значит, нарушение сроков направления извещения о начале строительства 14 случаев. Эксплуатация объектов без разрешения на ввод 22 случая. И дальше немножечко продолжить. По результатам вот этих проверок, значит, было наложено 67 административных штрафов на общую сумму 2 миллиона 520 тысяч. Ну, если так раскинуть на 474 объекта, то, мне кажется, не такая уж большая сумма. Ну, это ведь не факт, что на каждом объекте мы выявляли какие-то нарушения и возбуждали административные дела. В принципе, сумма не маленькая. И, как бы, итогом нашей деятельности надзорной является выдача заключения о соответствии построенного объекта, проекту и техническим регламентом. В 2013 году управлением было выдано 177 заключений о соответствии. То есть 177 объектов было введено в эксплуатацию. А сколько объектов остались, так сказать, за бортом? Кому не выдали разрешение на ввод в эксплуатацию в 2013 году, кто должен был сдаться, и им не выдали? Может быть, не точная цифра, но примерно хотя бы. Ну, еще раз скажу, мы не выдаем разрешение на ввод, мы выдаем заключение о соответствии. То есть разрешение на ввод — это функционал уже органов местного самоуправления. Но вот если мне память не изменяет, значит, отрицательных заключений в 2013 году было выдано порядка двух штук. Две штуки. То есть администрация приняла, а Гостроинадзор не подтвердил? Нет, нет. Это в случае, если мы выдаем решение об отказе, значит, выдача заключения, то с таким пакетом документов в никаком разрешении на ввод объекта речи быть не может. То есть вот подготовлен пакет документов на сдачу объекта. Прежде всего идут к вам, да? Значит, когда строительство объекта завершено, застройщик нас извещает о том, что строительство объекта завершено, значит, мы назначаем так называемую итоговую проверку, проводим ее. И если объект действительно построен и соответствует всем требованиям, значит, нами выдается заключение о соответствии данного объекта. А потом уже администрация? Потом уже в том числе с этим документом застройщик идет в администрацию и получает разрешение на ввод. Есть ли какие-то изменения по динамике нарушений в 2014 году? Меньше их, больше, чем в 2013 году? Можем мы уже сравнивать? Вы знаете, у меня информация за первое полугодие 2014 года. Если сопоставлять цифры, то в принципе, как бы, и количество объектов, за которыми мы надзираем, и количество выявляемых административных правонарушений, они примерно как бы соответствуют. То есть ни в лучшую, ни в худшую сторону. Мы не движемся. А как попадают эти объекты под ваш надзор? Еще раз повторю, значит... Любой объект должен быть под надзором ГОСТРУ и надзором. Значит, объекты, проектная документация которых подлежит экспертизе, в обязательном порядке должны попасть к нам в надзор. Других вариантов, как бы, надзорных функций и в дальнейшем ввода этих объектов в эксплуатацию не существует. Не существует. Давайте пройдемся по наказаниям. Вот вы сказали, что назвали сумму, на которую были наказаны, я так понимаю, строительные организации. Вы назвали, сколько дел было возбуждено. Скажите, уровень, вот на мой взгляд, при таком количестве выявленных нарушений и при таком количестве дел административных, которые были возбуждены, и 21 дело было передано в суд, 2 миллиона с небольшим, все-таки для строительных компаний это не так много. Я понимаю, что вы, конечно, основываетесь на тех нормах, которые прописаны в законе по штрафам. Как вы считаете, эти штрафы являются достаточными или, может быть, недостаточными для того, чтобы застройщики вновь не повторяли свои ошибки и не нарушали законодательство? Ну, еще раз проинформирую, если мы посмотрим кодекс об административных правонарушениях, за любое правонарушение, значит, можно привлечь должностное лицо, а можно привлечь юридическое лицо. А кого чаще привлекают? Примерно тактика такая. Если организация впервые совершила правонарушение, конечно, сразу привлекать на большую сумму это нелогично. То есть в 80% случаев мы составляем протокол на руководителей. То есть они несут административную ответственность. То есть, ежели, значит, эта организация повторно совершает аналогичное правонарушение, то это мы уже считаем как отягчающее обстоятельство. А штрафуете кого? В этом случае мы уже привлекаем юридическое лицо. Либо, значит, дифференцированно подходим к должностному. То есть там любой штраф, он тоже имеет определенные размеры от и до. Сколько вот штраф на должностное лицо? Ну, давайте возьмем... За нарушение качества строительства. За нарушение качества строительства. Так, за нарушение качества там, по-моему, порядка 30 тысяч. А вот если, например, взять за строительство без разрешения, то на должностное лицо от 20 до 50 тысяч штраф. То есть от 20 до 50 тысяч штраф на должностное лицо. Если должностное лицо является рецидивистом и не в первый раз нарушает, да, вот вы ему предписание выписали, даже через суд прошли, штраф наложили, а он снова нарушает, увеличивается количество штрафов? Конечно, обязательно. А все-таки давайте сравним тогда со штрафом на юрлиц. На юрлиц больше накладывается штраф? Еще один момент. Вот вы когда спросили за качество должностное, я немножечко как бы задержался с ответом. Почему? Потому что вот качество строительства — это святое. И если у нас нарушение по качеству происходит, мы наказываем в 100% случаев юридических лиц. Юридических лиц. А там штрафы какие? Там штрафы, значит, и если такой ущерб незначительный от 100 до 300 тысяч, значит, если нарушение может повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан, либо их имуществу, там штраф до 600 тысяч. До 600 тысяч на юридическое лицо? Да. И, значит, еще есть возможность административного приостановления деятельности юрлица конкретной стройки на срок до трех месяцев. До трех месяцев. Вот те пять дел, которые вы обозначили по качеству именно, они были возбуждены, и я так поняла, что доведены до суда. Нет, в данном случае суд не рассматривает. Не рассматривает. Значит, рассматриваем мы сами. Это дано нам право, кодекс об административных правонарушениях. То есть все вот эти юрлица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Мы можем назвать эти юридические лица? А где они находятся? В области или в городе? Ну, я бы так сказал, что как бы все-таки основной процент у нас нарушений все-таки дает город Киров. Потому что если проанализировать в целом по Кировской области, то 80% строящихся объектов это в городе Кирове. В городе Кирове. А документы, которые вы оформляете, отчетность госстроенадзора, она находится в открытом доступе? Ее могут посмотреть граждане? Да, конечно. А где можно ее посмотреть? Мы отчитываемся в статус управления. Эти документы у нас вывешиваются и на сайте правительства. На сайте правительства можно узнать про всех застройщиков и про юрлиц, нарушителей, про штраф? Нет? Нет. Там нет информации о конкретных лицах. Вот еще раз хочу напомнить, что с января 2012 года в управлении еще одна надзорная функция. Это надзор за долевым строительством. И как раз создана на сайте правительства карта интерактивная проблемных объектов. Вот там звучат те организации, которые действительно каким-то образом нарушают права граждан в части передачи построенных или не построенных квартир. Вот по правам граждан самое, конечно, интересное для наших слушателей и по жилью самое интересное для наших слушателей. Мы помним, какой серьезной и громкой проблемой по всей стране гремела вот эта долевка. Но не только в долевке ведь дело. Да, по жилому строительству как раз очень хочется поговорить. Потому что если человек задумывается о том, что он покупает квартиру, вот кому ему в первую очередь идти в долевое, не в долевое строительство, кому в первую очередь идти и проконсультироваться где, чтобы быть уверенным, что у этого застройщика все в порядке, у этого дома все в порядке, все документы есть. В какие органы обращаться? Постоянный мониторинг ситуации по строительным организациям, которые занимаются строительством жилых домов, ведется как раз нашим управлением. То есть госстройнадзор. Можно позвонить или прийти. Да, госстройнадзор. Мы полностью анализируем финансовое состояние всех предприятий, которые строят жилье. И можем прогнозировать даже, как будут развиваться события в дальнейшем на том или ином объекте. То есть, ради бога, по двум телефонам можно звонить 64 10 19, либо 64 36 34. То есть, если какие-то есть вопросы, какие-то сомнения, мы можем пояснить, рассказать, предупредить. То есть, полностью о нас можем получить такое. С 2012 года, когда пошло вот это вот все движение и строгий надзор за Далевкой, изменилась ли ситуация в Кирове? Меньше ли стало таких организаций, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками? Меньше ли стало появляться новых таких, вообще появляются новые такие объекты с обманутыми дольщиками? Я бы сказал, что ситуация все-таки изменяется в лучшую сторону. Значит, вновь каких-то застройщиков, которые бы нарушали права граждан, в этом смысле не появляются. То есть, у нас фигуранты одни и те же. Значит, нами проводится работа по достройке объектов проблемных. Количество их уменьшается. И я... Ну, конечно, все равно ведь во все времена были и мошенники, и еще какие-то... Есть такие люди, да. То есть, исключительно 100% это невозможно. Но, по крайней мере, та работа, которая проводится, и профилактическая работа, и административная, все-таки дает свой эффект. Вот сейчас, может быть, я не совсем точно назову цифру, но начиная с 2012 года, порядка 600 с лишним человек были восстановлены в правах. И большинство вот этих граждан, именно объекты были достроены тем или иным способом. Ну, способы не самые, конечно, приятные бывают для дольщика, который ожидает, что он все-таки получит квартиру ту, которую он рассчитывал, да. Приходится измериться с тем, что либо деньги возвращаются, либо что-то подешевле там строится. На самом деле так и есть. Но вопрос у меня как раз по работе с жалобами граждан все-таки тоже вот в плане поставлен. Вы говорите, что граждане могут обращаться в Гостроенадзор, например, когда они покупают квартиру, или уже купили, и там какие-то происходят непонятные вещи, тормозится строительство. Они могут прийти к вам и проконсультироваться. А что происходит? Как надзирается этот объект, да? Всплывали такие ситуации, когда вы были не в курсе, что на объекте проблемы? Проблема какого-то? Ну, задержка строительства или некачественные материалы, или перепланировки, которые не согласованы. Сейчас объясню. Вот наши проверки проводятся не в соответствии с планами, как проводят многие другие надзорные органы, а мы проводим проверки в соответствии с программами проверок. Что такое программа? То есть любого строительства можно разделить на этапы. Ну, допустим, устройство фундамента, кладка стен, допустим, монтаж каких-то систем водоснабжения, электроснабжения, благоустройство. И вот эти все этапы, они разбиваются по времени. Если застройщик по каким-то причинам в данное время, который он, по сути дела, сам обозначил, что вот эти работы он будет производить, не успевает их выполнить, он в обязательном порядке извещает нас. То есть мы в курсе. А если не извещает? А если не извещает, то за это существует административная ответственность. Но если он не извещает, то вы сами ведь туда не идёте, вы же говорите, что есть порядок, что застройщик должен обращаться. Значит, у нас в программе обозначено время. Значит, когда это время подходит проверке, естественно, сотрудники управления звонят застройщику, говорят, действительно ли нужно проводить эту проверку. Если, например, этот этап ещё не выполнен, значит, застройщик, соответственно, информирует нас, в том числе официально, что, да, у него произошли определенные сдвиги. И вот по этой ситуации мы можем любого человека проинформировать, каким образом будет развиваться событие в отношении строящегося дома, будет ли он введён в установленные сроки, либо это будет раньше, либо это будет позже по каким-то причинам. В том числе с точки зрения долевого строительства мы тоже мониторим ситуацию, смотрим за финансовым состоянием, за, значит, целевым расходованием денежных средств граждан, которые привлекаются на данное строительство. Да, мы можем объективно оценить и подсказать. Давайте разберём такой пример. Я его неоднократно уже озвучивала. Это пример дома, который находится на Горбачёва, 32, застройщик Тоник, директор строительной компании Осколкова Людмила Михайловна, которая очень-очень долго затягивала строительство. Оно было начато в 2004 году. И по программе как раз защиты дольщиков, можно так сказать, да, обманутых дольщиков, два года назад жилой подъезд в этом доме был сдан на Горбачёва, 32. Там 15 квартир, которые постепенно там заселялись, 6 там квартир сейчас заселено, остальные не въезжают, не въезжают в связи с тем, что дом недостроен, потому что сдан только один жилой подъезд. То есть жилой подъезд сдан, там есть ещё офисный подъезд с офисной частью недостроенной и не сданной. Есть ещё каркас дома, который тоже должен был быть закрыт, с витражами, и вторая стена, которая прилегает к жилому подъезду, которая тоже не утеплена и не закрыта. Как может существовать такой объект, при том, что застройщик сам находится вот в этом же доме, у него там офис, и он ведёт какую-то деятельность дальнейшую? Вот за этим конкретным домом вы надзираете? Ну, вы сами сказали, что объект введён не полностью, введена только жилая часть. Причём эта процедура, если напомнить ситуацию, была произведена, в общем-то, по пожеланиям людей, дольщиков. Там были суды, двойные продажи и так далее. Это было непросто сделать, значит, там были проблемы, которые необходимо было решать и с администрацией города Кирова. Значит, да, люди знали, что какие-то недочёты есть. Сейчас не идёт вопрос о подъезде жилом. Вот вопрос о достройке дома, офисной его части и приедении в порядок. Вот это в чьей сейчас зоне ответственности? Офисная часть тоже долёвка. Это дольщики должны сейчас делать или всё-таки строитель, строительная компания, которая всё ещё существует, должна довести дом до, как говорится, ума и сдать? Я считаю, что в данной ситуации как бы зона ответственности – это именно зона застройщика, то есть той организации, которая этот дом строила. Другой вопрос, имеется ли у него сейчас возможность достраивать это? Но там ведь есть какая-то другая процедура. Если застройщик не имеет такой финансовой возможности, то разве не существуют процедуры передачи строительства другой строительной компании? Естественно, можно передать другой строительной организации, которая достроит и, как бы сказать, найдёт применение данного помещения. А кто и куда должен заявить на застройщика, чтобы процесс пошёл? Потому что дом строится 10 лет. 2004 год разрешение на строительство, начало строительства, нынче 2014 год. На примере мы должны разобрать, чтобы люди поняли. Сразу скажу, что, как бы сказать, то, о чём мы сейчас говорим, это не входит в круг обязанностей моего управления. Госстроенадзора. Госстроенадзора, да. Это всё-таки должен решать сам хозяйствующий субъект. Это кто? О. Тоник, да? Правильно я говорю? Так, О. Тоник, который вам не сообщает ничего о том, что у него проблемы, и он не может достроить дом. И что должно происходить? Я считаю, что здесь, видимо, какая-то инициативная группа должна этим заниматься вплотную. Потому что, на самом деле, я понимаю, когда люди живут в своих квартирах, а под ними находится встроенное помещение, которое, может быть, даже и не отапливается. Андрей Викторович, вот ситуация какая. Вы говорите, что у Госстроенадзора есть график проверок. И, например, у такого дома, я думаю, что он не единственный, который сдан или не сдан наполовину, или не доздан. У такого дома тоже есть график проверок. Вот сдан жилой подъезд. Есть ещё офисная часть. Она не сдана. А сроки-то остались? Сейчас поясню. Значит, если застройщик не в состоянии осуществлять дальнейшее строительство, он нас письменно извещает о том, что строительные монтажные работы остановлены. А он вас не извещает. А они остановлены. Они остановлены. И что делать тогда? Ну, граждане должны подать жалобу в Госстроенадзор. Или Госстроенадзор должен прийти? Нет, вы понимаете, тут в данной ситуации рычагов воздействия по сути-то дела нет. Ну, вы только что сами сказали, что строительство может быть передано той строительной компании, которая способна его завершить. Но это решение должен принять тот хозяйствующий субъект, который на сегодняшний день строит. Но он не заявляет и не достраивает. Дом разрушается, опасно для жизни. Там собираются подростки, распивают пиво на железных балках. Кто-то должен этим заняться? Вот кто? Почему мы и говорим, вот куда обращаться? Если это не Госстроенадзор, то какая другая организация? Не может же существовать строительный объект вот в недостроенном виде, с полузаселенной людьми и не доведенный до ума. Кто-то же должен? Чья это зона ответственности? Я считаю, что здесь все-таки активнее должна работать администрация города Кирова. Администрация города Кирова, но и граждане, наверное, сами, которые в этой долевке есть. Они должны написать какие-то письма, сообщить о ситуации. То есть должна быть проведена чья-то инициатива. А ситуация должна быть сообщена, как минимум. И тогда уже будут приниматься меры. Вот после короткой рекламы я очень хочу с вами поговорить по поводу перспектив работы Госстроенадзора и по поводу самой структуры, кто в ней работает, какие специалисты, сколько вас, успеваете все делать, не успеваете, объем вашей деятельности. И обязательно хочу вас спросить, ваше личное мнение хочу спросить по поводу инициативы депутата Машуренко, которая вот сегодня в ОЗС обсуждается. Это сохранение исторического облика города и против точечной застройки. Вот что вы об этом думаете, поговорим после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». «Особое мнение» на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у нас такая смешанная программа, я бы сказала, потому что гость наш Перминов Андрей Викторович, глава Госстроенадзора по Кировской области, впервые у нас в студии. Поэтому мы начали с того, что привели статистические данные по работе Госстроенадзора за 2013 и начало 2014 года. Количество дел, проверок, которые были проведены, количество дел, которые были возбуждены, штрафы, которые были наложены. Мы также пытались разобрать ситуацию с долевым строительством на примере одного из домов в этом городе. Кто и за что должен отвечать. Вот Андрей Викторович тут задумался по поводу дома, который мы приводили в пример, что с этим можно сделать. Потому что я понимаю, что такое есть ощущение, что в городе существуют дома-призраки. Они вроде бы есть, но их вроде бы нет. Вот я думаю, что эту тему мы как-то разовьем в одном из ближайших разворотов на бизнес с Олегом Прохоренко. А сейчас, поскольку главной задачей сегодняшней программы было познакомить наших слушателей и с вами персонально, и с деятельностью Госстроенадзора, чтобы у всех возникла ясность, чем конкретно он занимается, мы про объекты уже поговорили. Хотим поговорить про тех специалистов, которые работают непосредственно на самом Госстроенадзоре. Во-первых, велика ли ваша структура? Сколько человек в ней работает? В нашей структуре работают на сегодняшний день 15 человек. Немало, как мне кажется. Кто эти люди? Какое у них образование, профиль работы? Основной процент наших сотрудников имеет образование строительное, высшее строительное образование. И, в общем-то, как раз сектор их неответственности и работы – это надзор за строящимися объектами с точки зрения соблюдения нормативов строительных. Также хочу проинформировать, что в рамках Государственного строительного надзора нами осуществляется пожарный надзор и санитарный надзор. То есть что это значит? Давайте применительно к жилым домам. Применительно к жилым домам. То есть жилые дома, которые строятся и которые в дальнейшем вводятся, должны быть безопасны со всех точек зрения. Существует несколько типов безопасности. Это может быть механическая безопасность, то есть то, что касается конструктива. Может быть пожарная безопасность, может быть санитарная безопасность. Но если механическая, то понятно. Это стены, перекрытия и прочие конструкции. Пожарная безопасность – это как раз тот момент, когда люди должны быть обеспечены, проживающие в доме, в том числе и с точки зрения пожарной безопасности. Это касается путей эвакуации, отделочных материалов, каких-то аварийных выходов. Если это дома повышенной опасности в обязательном порядке, это наличие дымоудаления, подпора воздуха, адресной сигнализации, систем пожаротушения. В нашем управлении имеется специалист, который по своему роду деятельности всю жизнь занимался вопросами пожарной безопасности. И как раз на объектах с массовым нахождением людей, на объектах, которые строятся за бюджетные средства, на объектах повышенной этажности, в том числе осуществляют государственный пожарный надзор. Но это на этапе строительства, до момента сдачи. Это все происходит на этапе строительства. Что касается санитарного надзора, к сожалению, специалиста отдельного нет, но в принципе там все очень просто. То есть объект, когда он проектируется, все нормы, в том числе санитарные, учитываются. И любой инспектор, осуществляя надзорные функции за соответствием строящегося объекта проекту, автоматически приводит в соответствие и санитарным нормам объекта, который строится, который в дальнейшем будет введен в эксплуатацию. — Понятно. У нас остается не так много времени, буквально 7 минут, и у меня еще есть несколько вопросов. Вопрос от моих коллег поступил, с которыми я вчера обсуждала, сегодняшняя наша с вами встреча. Они вас спрашивают, почему мы так редко вас видим в СМИ, с выступлениями, с докладами, с отчетами, с тем, что поставили проблему, кого-то, значит, там заклеймили, что вот этот застройщик такой и сякой, а госторонадзор вот сейчас вот это вот сделаем. Как-то мало вас, правда. Почему? — Ну, наверное, нечасто приглашают. — А, приглашают нечасто. Мало интересуются, сами виноваты, смешники. Вы приходите, правда, я позвонила, вы сразу пришли. Это очень приятно. Еще один вопрос, который нужно пояснить слушателям нашим. Мы уже сказали, что отчеты госторонадзора, они есть в свободном доступе. Можно зайти, в частности, например, дольщиком на сайт администрации областной, там есть целый раздел. И вы назвали телефон вашей организации, по которому можно позвонить и проконсультироваться по любому вопросу. Там 15 специалистов, уж они как-нибудь с профессиональной точки зрения проконсультируются. Но еще, что очень важно, поскольку все-таки программа у нас с какими-то элементами особого мнения, я хотела у вас лично, как у строителя, с большим опытом, и у человека, который работает в госторонадзоре, я представляю себе, с какими ситуациями приходится сталкиваться, и как иногда приходится балансировать на грани интересов, не нарушая закон, а точно следует законодательству. Все-таки приходится и застройщику, с одной стороны, вникать в его проблемы, помогать, чтобы не зарубить строительство, с другой стороны, жестко его наказывать, если он что-то там нарушает. Ну вот у нас сейчас идет в городе такое очень громкое обсуждение исторической застройки города, исторического облика города, какие здания новые в нем строятся, высокие, с применением каких материалов. Депутат Машуренко, депутат УЗС областного законодательного собрания провел уже на заседании УЗС, вот как раз сейчас оно проходит, возможно, этот прям законопроект обсуждается, законопроект о сохранении исторического облика города и запрете точной застройки с определением высотности зданий, какая она должна быть, с определением материалов, которые должны в нем применяться, вплоть до цвета. Хотя, когда мы тут покопались в документах, вроде бы такие документы есть, но очевидно совершенно, что облик города меняется. Вот лично ваше мнение. Нравится ли вам? Вот у меня конкретный вопрос. Когда в части города, мы не будем дискутировать, что такое историческое, да, в части города, например, от набережной, от Вятки и до Октябрьского проспекта включительно, и возьмем, так обозначим, улицей Профсоюзной и улицей Воровского, вот такой вот, например, да, периметр. Когда появляется там здание высотностью больше восьми этажей и здание которых, материалы которых представляют из себя сайдинг, плитку, пластик, такие вещи, которые вроде бы считаются современными, у всех, правда, сомнение вызывает, насколько современен сайдинг и, может быть, кирпич гораздо лучше и интереснее современный. Вас самого, как человек, который здесь проживает, и как строителя устраивает, когда появляются такие здания? Считаете ли вы, что все-таки нужно придерживаться каких-то других нормативов, потреблять более экологически чистые материалы? Может быть, мы вообще не о том говорим. Ваше мнение по этому поводу? Ну, если говорить о материалах, применяемых, в принципе, ведь люди, приобретая то же жилье, они как бы голосуют за тот материал, приобретая, в котором им приятнее, комфортнее жить. Или которые дешевле делают их жилье, правда же? Ведь современные материалы, они направлены на удешевление строительства. Ну, по крайней мере, в центре, вот в той части, которую вы обозначили, по крайней мере, сайдинга, я не помню, что объектов будет. А плитка вот эта такая, знаете? То, что касается вентилируемых фасадов, да. Да, это у нас появилось недавно. Но, честно говоря, я не очень хорошо как бы отношусь к ним, потому что вентилируемый фасад – это все-таки такой элемент, который не совсем хорошо влияет на безопасность объекта. Почему? Дело, видите, в чем. Как делается вентилируемый фасад? То есть, выполняется, значит, основная часть стены, несущая из кирпича, в дальнейшем она утепляется, и, значит, на каркасе крепится вот эта плиточка. То есть, между утеплителем и плиткой имеется воздушный зазор. Любой воздушный зазор – это как вытяжная труба. То есть, не дай бог, значит, если попадает туда какой-то горючий материал… Спичка, сигарета, не дай бог. Ну, все материалы, которые применяются, они имеют сертификаты именно по противопожарной безопасности, но доля какого-то вот такого риска, она есть. Тем более, что вот все эти фасады, если брать, например, какие-то проемы оконные, дверные проемы, которые выходят на фасад, обязательно должна быть противопожарная отсечка. Должны быть противопожарные отсечки по высоте. А вот здания традиционные, когда лицевая окладка выполняется либо кирпичом, либо каким-то камнем, я считаю, что это, во-первых, намного приятнее глазу, и как бы в эксплуатации это намного… Веками пройденный опыт. Это вот мое мнение, если речь идет о внешнем. То, что касается высотности, я считаю, что здесь нужно как бы как раз больше работать именно муниципальному образованию, если речь идет о городе Кирове, градостроительному совету. То есть вот на этом этапе нужно как бы обозначать, какое здание можно привязывать, какую этажность, и как оно будет вписываться в историческую застройку. Конечно, когда среди трех-четырехэтажной застройки появляются здания высотные, они смотрятся странно. Они смотрятся странно. А сами вы в каком доме живете? Я живу в десятиэтажном доме кирпичном. В кирпичном доме. Вас устраивает кирпичный дом? Я очень устраиваю. Десятиэтажный. Замечательно. Ну, а вот вопрос, значит, вы тоже как бы поднимали о точечной застройке. Вот я, понимаете, я не сторонник каких-то крайних мер. Вот у нас зачастую люди бросаются в две крайности. Либо только точечная застройка, либо, значит, там новое строительство, допустим, комплексное освоение каких-то застроенных кварталов. Территорий, да. Я считаю, что и то, и другое может иметь место. Посмотрите, сколько у нас еще в городе деревянных домов. Которые расположены как бы небольшими группами и в центре, и где-то и на окраинах. Все равно ведь это нужно все сносить, нужно застраивать. А что кроме точечной? А такой у меня еще вопрос. Я не знаю, насколько вы поклонник исторического облика города. Насчет деревянных домов действительно сложно. Их восстановить сложно, несмотря на то, что некоторые из них там историческую ценность несут. А вот старинные каменные дома, кирпичные дома, красный кирпич, знаете, с такими толстыми стенами. Вы, как житель города, скорее бы хотели, чтобы были сохранены? Или их тоже сносить? Я считаю, что дома, которые еще могут жить, могут эксплуатироваться, не разрушаются. Их однозначно надо сохранять. Нужно сохранять. Спасибо вам большое за ваше личное особое мнение. Я напоминаю, что у меня в гостях сегодня был Перминов Андрей Викторович, глава госстроенадзора по Кировской области. У микрофона была Светлана Занько. Всем спасибо. До свидания.